Имейте ввиду, вот это учение о демократии является очень опасным. По факту, по существу, есть два типа правления в обществе. Один тип правления западный, для западного менталитета, другой восточный, для восточного. И причина вот в чем. На Западе люди, они верят в законы очень сильно. Как это проявляется? Допустим, если вы были в Германии, там если человек знает, что нельзя бросать мусор, он никогда не бросит в жизни. Для него это хуже смерти, понимаете? Если надо вот здесь вот так купаться, он только так там будет купаться. Если вот так надо кушать, он только так будет кушать. Я, допустим, иду в Германию, говорю, смотри какие цветы растут, давай сорвем. Говорит, туда нельзя, это лес, там нельзя ходить, и срывать ничего нельзя, это все грязное, надо все покупать на рынке. Я говорю, почему? Это природа, я хочу эти цветы, почему их не рвут, они красивые? Говорит, ой, если не ходи туда, пожалуйста, если кто увидит все, тебя будут здесь считать не человеком. Почему? Потому что люди сильно верят в законы, поэтому коллегиальное правление. Через законы. Люди собираются с позиции закона, управляют обществом. Хорошо это? Хорошо. На Западе. Потому что там люди верят в законы. На Востоке в кого люди верят? В человека верят люди на Востоке. В человека. Какие законы? На Востоке управляет человек, а не законы. Правитель. Россия это Восток, Казахстан Восток, Турция Восток. Там можно как угодно говорить, что у нас как бы демократия, но все равно, если это Восток, будет управлять кто? Человек. И слушать будет только человек. Вот попробуйте в любой восточной стране сделать парламент. Все равно все будут через людей все решать, без всяких законов. Это Восток. Здесь так все устроено. И это хорошо. Для Востока это хорошо. Здесь так все устроено. Вот в Индии я сейчас вам приведу пример, что такое Восток. Я думаю, у вас то же самое примерно. Может чуть послабее. Один человек ко мне пришел на консультацию индус в Индии. И говорит, Меня родители заставляют делать вот так, но я не хочу. Что мне делать? Я говорю, я не знаю, это же как бы Индия, я не понимаю, что здесь происходит. Я говорю, скажи мне, какие последствия? И он говорит, если я не сделаю так, как сказали родители, то я не буду иметь ни работы, ни семьи, ни друзей, ничего в этой жизни. Потому что, смотрите, там деятельность вся, она имеет вот такую родственную характер, родственный характер. Деятельность вся имеет. Там, ну, невозможно работать, если ты не в этой, ну, не находишься среди родственников, понимаете? Работать невозможно. Если ты не принимаешь родителей, что они сказали, как тебе надо жениться, то тогда тебя нормальная семья никакая не сможет взять тебя, как бы, ну, тебе выдать нормальную девушку, в общем, тебе нормальную девушку замуж не выдадут. Там, кому, кому-нибудь из другой страны, пожалуйста, но нормальные, с нормальными кровей девушку тебе замуж никто не даст, потому что ты пошел против рода. Понимаете, да? И он говорит, я когда выслушал, говорю, слушай своих родителей, делай, как они говорят, ни шагу в сторону. Это культура. Она хорошая или плохая? Судите сами. У меня знакомая, один индус, он сказал, что моя сестра, она имеет плохие отношения с мужем, и в результате муж, он что сделал? Он взял ее и отправил к родителям жить с ребенком. Ну, он типа не развелся, потому что там развод может даже в суд подать, и человека посадят за развод, могут посадить даже. Он ее просто отправил к родителям в другой город. И что сделали родственники ее? Они взяли и потихонечку, помаленечку выманили его по делам бизнеса в этот город. Он приехал туда, в этот город, по делам бизнеса, и когда в тот момент, когда он деловые вопросы решал, туда зашли 70 человек родственников, закрыли дверь, и сначала прославляли его где-то час. Какой хороший у нас там ДТ и ППП. Потом дальше, когда они увидели, что он как бы не собирается возвращаться к жене, вот они ему говорили потом, возьми назад свою жену, она у тебя такая хорошая, и ты хороший, живите вместе. И он там типа по-индусски так, ну типа, вроде бы да, но вроде бы нет, ну такой восточный стиль такой. Тогда они ему целых несколько часов рассказывали, что с ним будет, если он не возьмет. Каждый преподходил, говорит, я готов убить себя, там, если ты, и так далее, ну то все. На все, я сяду в тюрьму, но с тобой покончу, и так далее, ну то знаете, восточные люди. В общем, через 7 часов беседы, он был счастлив взять назад жену, и отношения их полностью наладились. Поэтому в Индии 1% разводов. Вот наладились отношения, стали счастливыми, понимаете? Вот как это бывает, непонятно. Но они стали счастливыми после этого отношения. Поэтому не надо думать, что Восток это плохо. Вы живете на Востоке, примите свои законы, свою культуру. Вы восточные люди, у вас сохранилась целомудрие женщин, чистота женщин, серьезность, ответственность мужчин. У вас сохранились правильные законы управления. Примите это все, это ваша удача. Не надо следовать тому, что там. Не думайте, что там лучше. Там хаос, гомосексуализм, разруха в отношениях, никто никому не верит. Один на одна ложь и обман. Я вам говорю, потому что я везде езжу, смотрю на все, что происходит. Это просто внешне кажется, что там лучше. Примите то, что здесь есть. Здесь Восток. Это самое лучшее, что может быть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...